Библейский портал экзегет.ру представляет 30 глава пророка Иеремии, читая перевод Луки Маневича для библейского портала экзегета, перевод был сделан для российского библейского общества. Вот слово, которое было Иеремии от Господа. Так говорит Господь Бог Израиля. «Все, что я говорил тебе, запиши в свиток, ибо настанут дни, говорит Господь, когда я верну из плена народ Мой Израиля и Иуду, говорит Господь, верну их на землю, которая отдала их отцам, чтобы они владели ею». То есть Иеремии свидетели разорением, бедствия, уничтожение Иерусалима и храма, оно еще не состоялось, но скоро будет, но будет и возвращение. Просто Иеремия его не застанет, и его слова, они должны остаться как память об этом, как свидетельство того, что это тоже входило в замысел Господень. Это не просто переменчивая игра фортуны или различные силы победили одни, там проиграли другие, потом иначе все. Итак, вот слова, которые сказал Господь об Израиле и об Иуде. «Так, говорит Господь, крики ужаса мы слышим, страх и смятение повсюду. Расспросите, смотрите, разве может родить мужчина? Что же я вижу, мужчины корчатся, словно роженицы. Исказились их лица смертельной бледностью, горе, ибо день тот велик, и не было ему подобного. Это время беды для Иакова, но он спасется. В тот день, говорит Господь воинство, я разобью Ермо, что у тебя на шее разорву оковы. Тогда не будут больше служить чужеземцам, служить будут Господу своему Богу и царю своему Давиду, которого я поставлю над ними. Ну, царю из династии Давида, конечно, а не самому Давиду, который давно умер. «А ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, не страшись, Израиль. Я спасу тебя, верну из страны далекой, потомков твоих из страны плена. Вернется Иаков, будет жить безмятежно и мирно, и врагов у него не будет. Ибо я с тобою, говорит Господь, я спасу тебя. Я уничтожу все народы, среди которых тебя рассеял. Лишь тебя я не уничтожу, но покараю тебя по заслугам, без наказания тебя не оставлю. Так говорит Господь, раны твои ужасны, тяжелы твои увечья, дело твоего никто не разбирает, для язв нет лекарства, нет тебе исцеления». Смотрите, совершенно другой разговор. Вот до этого Господь через Еремею говорит, если вы не покаетесь, все будет очень плохо, накажу, накажу, накажу. А тут он жалеет, раны твои ужасны, тяжелы твои увечья, наказание-то это болезненное, народ-то отчасти уже выселен из Иерусалима, а скоро будет выселен почти полностью, и город будет разрушен. «Все любовники твои тебя позабыли, к тебе не стремятся». Но идет речь, наверное, о тех, кому прибегали вместо Господа, о языческих богах или о окрестных народах, к которым стремились обратиться за помощью, за поддержкой. «Удары врагов я на тебя обрушил, жестокую кару, ибо велико твое преступление, грехи твои бесчетны». Смотрите, и весть о наказании, одновременно некоторая жалость, и вот это вот желание сказать, что на самом-то деле, смотри, ты страдаешь, и это все не случайно. «Что о ранах своих ты стонешь, об увечьях тяжких? Велико твое преступление, грехи твои бесчетны, потому я так поступил с тобою. Но все, кто тебя пожирал, пожраны будут, кто тебя притеснял, уйдут в изгнание. Те, кто грабил тебя, будут ограблены, кто брал у тебя добычу, их самих я сделаю добычей». «Я дам тебе исцеление, от ран тебя вылечу», — говорит Господь. «Называли тебя отвергнутой, вот она, столица на сионе, никому она не нужна». «Так, — говорит Господь, — я вновь поставлю шатры Якова, над его жилищами смилуюсь. На руинах поднимется город, на прежнем месте дворец встанет. Вознесут они хвалебные молитвы, возликуют шумно. Я умножу их, предь не станет их меньше, возвеличу их, не будут они унижены. Сыновья их будут, как прежде. Община их предо мной укрепится, притеснители их покараю. «Вождь их из их числа будет, их владыка из их среды выйдет. Я приближу его ко мне, он будет близок». Вот смотрите, всё будет хорошо, просто не сразу. Изгнание, наказание, разорение — это способ изменить жизнь израильского народа, иудейского народа изнутри. И когда она изменится, то изменятся и внешние обстоятельства. «Ведь кто посмеет приблизиться ко мне самовольно, — говорит Господь, — и будете вы моим народом, я буду вашим Богом». Вот ровно в этом разница. То, что есть сейчас, — это такое самовольное приближение, когда люди пытаются сделать Бога своим официантом, чтобы он им подавал, что они закажут. А он так не может, не хочет, не будет. И им придётся научиться другому отношению к Богу, приближаться к нему не самовольно. И тогда будете вы моим народом, я буду вашим Богом. «Вот ураган Господень поднялся в ярости, ураган несётся, на головы злодеев он обрушится. Не утихнет яростный гнев Господа, пока он не свершит, не исполнит замысел своего сердца. В дни грядущие вы это поймёте». История — длинный и сложный процесс. Человек может горько страдать или бурно радоваться, глядя на происходящее вокруг него событие. Но замысел раскрывается на дальней дистанции. И такая историческая забывчивость или избирательная память, когда из всего богатства событий выбирают только то, что приятно увидеть и услышать, это вот такая неприятная картина, с которой приходится, к сожалению, иметь дело всё время. И Иеремия в каком-то смысле лечит эту историческую забывчивость, эту близорукость, когда глядят только на ближайшее и думают, что это нечто самодостаточное. Ну, а как это будет, когда народ будет восстановлен и Иерусалим будет заново отстроен, об этом ещё в 31 главе мы прочитаем. Иерусалим будет заново отстроен, Продолжение следует...